Ситуация с банком Югра получила продолжение. Московский арбитражный суд зарегистрировал иск кредитного учреждения к ЦБ РФ. Коммерческий банк требует признать действия государственного регулятора незаконными. Иск на данный момент еще не попал в дело производства. Под особым надзором Центробанка Югра находится еще с прошлого года. Однако 10 июля ЦБ принял решение о введении временной администрации. Зампред ЦБ Василий Поздышев в этот же день заявил о том, что в ходе мониторинга деятельности Югры появились признаки фальсифицирования отчетности, манипулирования вкладами и вывода активов. Представитель ЦБ напомнил о том, что еще с апреля прошлого года в отношении банка действует ограничение на принятие вкладов от населения. Однако в Югре нашли, как это обойти. Каждому физлицу стали дарить по одной акции банка. А акционерам можно хранить деньги без всяких ограничений. Директор департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко отметила, что таким образом только за прошлый год от населения было принято порядка 2 миллиардов рублей. Но теперь временная администрация может выявить новые нарушения. Также Василий Поздышев заявил о возможном наличии неучтенных, так называемых забалансовых вкладов. Банк весьма активно рекламирует себя. Долгое время он даже был спонсором невероятно популярного телешоу. Но на балансе в положительную сторону это не отразилось, что заметили в ЦБ. Помимо Центробанка нарушения в Югре отмечают и сторонние наблюдатели. Они обращают внимание на тот факт, что в июньской отчетности банк отразил положительную переоценку акций на 9 миллиардов рублей. При том, что месяцем ранее эти ценные бумаги даже не значились на балансе. Но, пожалуй, один из самых серьезных признаков нарушений – это кредитование так называемых связанных сторон. Его доля в Югре достигла порядка 30% от общего кредитного портфеля. Весь риск в том, что формирование резервов на потери по займам этого типа не является обязательным. Прочее говоря, Югра предпочитает кредитовать своих. Но если эти свои обанкротятся, банк вполне может прогореть вместе с ними, так как подушки безопасности нет. Разумеется, подобные практики не соответствуют нормам ЦБ. Регулятор предпочел не ждать резонансного краха банка, занимающего 12 место в России по объему средств физлиц. Об отзыве лицензии речи пока не идет, но страховой случай налицо, что и повлекло за собой введение временной администрации. Агентство страхования вкладов уже подсчитало размер выплат вкладчикам Югры. Получилась рекордная сумма в 172,5 миллиарда рублей. Предыдущий рекордсмен, банк Интеркоммерц, отстает от этого феноменального результата более чем в 2,5 раза. Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в Югре. Однако АСВ начало выплаты вкладчикам в намеченный срок 20 июля. Глава ВТБ-24 Михаил Задорнов в интервью телеканалу Россия-24 заявил о том, что страховой случай наступил. Выплаты уже идут и эту ситуацию нельзя повернуть назад. Центробанк днем позже направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие свою позицию в отношении коммерческого банка Югра. Рустам Касумов, Вести.